Место в группе С. Начинаем с водного пола. В минувшую субботу Волгоградский «Спартак» проводил ответный матч в Лиге Европы против венгров. И сейчас мы с вами отправляемся в Центр водных видов спорта на 7 ветрах. Победа российского чемпиона над венгерским клубом «Мешкольцы» в ответном четвертьфинальном матче Кубка Европы особой радости красно-белым не доставила. По сумме двух встреч в следующий раунд турнира прошли наши соперники. Не хватило самого малого. Хотя по ходу встречи наши ребята были близки к решению задачи – отыграть фору в 4 мяча. Со счетом 12-8 венгры выиграли первый матч. В середине третьего периода после отраженного Александром Федоровым пенальти Павел Халтурин филигранным по исполнению броском приблизил команду к поставленной цели на расстояние одного точного выстрела. Показалось, что хозяевам поля удалось переломить игру. Но, увы, к большому сожалению, уже в следующей атаке ошибка в обороне обернулась голом в наши ворота. А минуту спустя воспрянувшие духом гости использовали численно перевес, заметно осложнив спартаковцам жизнь. В заключительном периоде Алексей Агарков дважды реализовывал лишнего, но большего ни капитан, ни его партнеры добиться не смогли. В итоге 10-7 в пользу Спартака, однако дальше идут венгры. При счете 8-5 все поверили, что мы можем достать их, и венгры уже задрожали. У нас игра пошла, но, к сожалению, товарищи в белых футболках сегодня дали пару удалений не в нашу пользу, хотя мы играли дома. Обидно, но что поделать, сейчас они объективно сильнее. В следующие выходные красно-белые проведут очередные календарные матчи в национальном чемпионате. В рамках шестого тура Суперлиги спартаковцы на своей воде сыграют с ватерполистами Астаны.